Итак, мадемуазель, где сидит Иисус? Посередине. Хорошо. Он и его ученики преломляют хлеб. А что они пьют? Вино. Они пили вино. Чудесно. И последний вопрос. Сколько на столе сосудов для вина? Один. Священный Грааль. Откройте глаза. Их там много. Не одна чаша. Это выглядит странно, не так ли? А ведь согласно традиционной легенде о Граале, этот момент как раз ознаменован появлением священного Грааля. Так, Роберт, вы нам не поможете? Будьте добры, покажите нам символы мужчины и женщины. Пожалуйста. Прямо так, руками. Не получилось бы утки. Традиционный символ мужского начала. Рудиментарный фалос. Кончик истроват. Да, точно. Другое название — клинок. Означает агрессию и мужественность. Этот символ встречается и сейчас на форме военных. Да, чем больше пенисов, тем выше звание. Мальчики есть мальчики. И как не трудно предположить, женский символ — его зеркальное отражение. Называется чаша. А чаша означает сосуд. Вместилище или, что куда важнее, некая женская лона. Нет, Граль никогда чашей не был. Это древний символ женщины. Вполне буквальный. А в данном случае женщины — носительницы тайны, столь могущественной, что ее разглашение могло бы подорвать основы христианства.